Добрый день. Я надеюсь, что у вас достаточно активно погрузились в тему 54-го ФЗ, и меня зовут Максим Опилкин. Я расскажу именно про особенности курьерской доставки. Можете уточнить, а у кого, собственно говоря, есть свои курьеры? Вот раз, два, три, четыре, ну так нормально. А кто пользуется курьерскими службами? Тоже много. А проверяли? Есть там в договоре схема с платежным агентом? Нету? Есть, нет? Проверяли? Нет, вообще. Но нужно будет обязательно смотреть, собственно говоря, немножко об этом тоже расскажу. Давайте начнем с начала. Буквально несколько слов о компании Первый Бит. Почему мы знаем, о чем говорим, о том опыте, который у нас есть и так далее. Первый Бит – это такой многопрофильный IT-холдинг. У нас есть 9 собственных веб-студий. В России мы действительно очень много делаем сайтов на Митриксе. Кроме всего прочего, мы открыли… За прошлый год мы посчитали, что открыли больше магазинов, чем, например, X5, это было более 2000 магазинов. Очень разных. У нас реально большой опыт. И мы имеем пятилетний опыт внедрения различных мобильных решений, специализированных для бизнеса. И весь 54-й ФСЭП, он, в принципе, направлен на вот эту деятельность. То есть это интернет-магазины, это обыкновенные магазины, и это зачастую мобильное приложение. При этом 1 февраля наступила новая вера. Мы практически перешли уже в работа с онлайн-кассами. И за последний месяц могу сказать, что лично я, наверное, провел более 30 переговоров вот прям лично с клиентами, а моих коллеги, наверное, больше 150. Именно то, что касается курьеров. И собрали такую практику, поскольку большинство обсуждений, они сводятся к тому, чтобы обсудить, какие есть варианты, проконсультировать, еще что-то. Вот хотелось бы там в рамках первой моей части первого доклада рассказать о том, какие вопросы обычно задаются, какие вопросы и какие ответы на них получаем. Вот первое, что приходится слышать, а как мне, собственно говоря, сохраниться, уйти вот здесь несколько обсуждений по этому поводу было. А есть ли какие-то обходные пути? Ну и вот 5 мифов О54-й ФСЭП именно для курьеров. Миф номер 1. Печатать чек не обязательно. Сегодня тоже я об этом слышал, что в законе сказано и, или, или. А каждый хочет принимать в свою пользу. И многие считают, что если написано или, то можно чек не печатать. На самом деле это не так. В случае с принятием наличных денег мы обязаны выдать чек. И никаких здесь других вариантов быть не может. Это всегда или. Это вот первый миф. Я думаю, что там стало достаточно непонятным. Второй. Будем работать как раньше. Мы можем привозить чек с собой, и следующую поставку, и с удистрибьютором и так далее. Вот тоже сегодня уже рассудили, что это тоже нарушение. Так делать тоже нельзя. Каждый для себя определяет штрафы и так далее. А все знают штрафы? Сколько штрафов? Не знаете? Лиричный пенсионер 30 тысяч рублей. С одного чека, точнее от 30 и там далее пошли-то накатаны. То есть, когда сравниваешь размер штрафа с объемом перехода, то становится понятно, что все это считается. Третье подготовили. Меня не поймают. Да кто вообще будет это проверять? Да огромное количество чеков. Да это невозможно проверить. Какие-то подобные. Вот взял выдержку. Во-первых, что срок давности на привлечение с одного месяца до одного года изменился. То есть у нас срок сам по себе реально увеличился. В 12 раз. То теперь науку можно проверять сильно дольше. Ну вот, еще срочно. Я не хочу так сильно упугать. Да, да, да. Есть сейчас следующий сразу вопрос. А у нас другая культура. У нас не принято сфотекционно доносить и так далее и подобное. Но сегодня рассказывали о приложении одного окна. Да, может быть, кто-то еще не усыновил. Я не так давно, 3 недели назад, ходил к обедал. Тут же мне выдают чек с QR-кодом. Ну, отличный, да, я не знаю, как работает. Сосканировал. Знаете, прям совсем мой опыт. Сосканировал, увидел, а вот, собственно, он есть. Вот видите, здесь написано «воза от прихода», но платим я. Да, то есть не мне деньги отдавали, платим я. То есть тоже и первая ошибка. А авторикс попросила, при самом приложении попросила, подожди сутки, за сутки вроде как должны дойти. Было четверг, я в понедельник вспомнил еще раз. А ей опять такое сообщение, да, о том, что не дошли. Все дальше делается очень просто. Нажимаешь кнопку «Сообщите нарушение ФНС» и все данные уходят. Это очень просто. Ну, кроме всего прочего, знаете, это как историю со штрафами. То есть штрафы можно оплатить, ну, гораздо дешевле, если быстро и поплачевать. Налогу я планирую делать то же самое. Это, опять же, официальная позиция налогов. Будут привлекать народный контроль. Еще мне здесь очень понравилось. Потребитель получает вознаграждение. Вот это данность, которая реально будет уже прямо сейчас. И это не что-то такое. Это прямо из различных выдержек. Из различных выдержки из позиций налогов и ведомостях. Эта история была и так далее. Этот вопрос будет, не будет, поймаем, не поймаем. Знаете, сейчас количество людей, которые будут это делать, оно измеряется прямо тысячами и сотенами тысяч. Приложение установил, проверил. Ну, кроме всего прочего, это возможность еще ввести семейный бюджет и так далее. Продолжение следует... Куча других вещей, почему бы сканировать. А кнопочку нажать очень легко. Я, честно говоря, даже случайно отправил. Есть такая карточка, я изучал. Не, я случайно. Вот здесь кнопочка такая была в форме голубя. Мне же интересно, я помню тоже. Мобильное приложение. День ряда. Что значит? Нажал. Он такой, открыл, уже ушло. Все. Но я, ребята, просил исправить. Знаю, исправить нет. Вот там, пока я за приношение в тестовом режиме. Указал премиальность. Что? Премиальность за нажатие кнопочки. А это потом налоговое. Ну да. Придумываешь что-то там. Даже если это 10 рублей, то 10 бабушек будет. Не дали пара. Почему нет? Вот. И еще один интересный кейс, вот именно, связанный с передачей номенклатуры. Говорит, а мы не будем номенклатуру передавать. Мы будем разить коробки. Коробка 1, коробка 2, коробка 3. Собственно говоря, четкая позиция наукой, что это точно такое же нарушение. Это не является номенклатурой. Есть определение номенклатуры. И коробка 1, коробка 2, коробка 84 номенклатурой являться не может. Ну, то есть нужно передавать реальную номенклатуру. Вот. Это 5 основных вопросов, которые мы отвечаем практически на каждую встречу с нашими приедами. Поэтому я решил, в самом начале, осветить. Часть из них уже обсуждаю. Но действительно, это так. Поэтому у 54-го ФЗ не скрыться практически никак. Можно чуть-чуть оптимизироваться. Можно купить там не на каждого курьера кассу, а сделать их как-то другому, но по факту. Я могу вам рассказать сегодня чуть подробнее об этом. Но по факту, 54-го ФЗ, на него точно-то нужно переходить. Опять-таки, в основном, который мы будем смотреть с вами. Но какие есть особенности? Особенности, которые, на самом деле, не все сразу догадываются, да, что курьер сейчас превращается в кассир-операциониста. То есть, если раньше ему нужно было достать, вылить просто сумму, указав, ну, там, не сложно. Но даже человек, который по-русски это не очень понимает, может цифры там набить, да, не сложно. То есть, сейчас, соответственно, ему нужно выбрать правильную номенклатуру, ставку МДС, все это правильно забить, показать клиенту, клиент должен подтвердить, и после этого еще, соответственно, выбить резидент. Плюс закрытие смены, открытие смены, да, вот, будем в старых терминах это называть. То есть, в отечестве нас кассир, которые зачастую не очень, ну, разный был, раз, реально, раз. С одной компанией мы обсуждали, что у них 700 кассир, вот этих вот курьеров, да, и 2500, 700, точнее, фискальников, и 2500 курьеров. Только вот за год они, примерно, должны обучать работе с кассовой дисциплиной 5000 человек за год, это минимум, да. И это, соответственно, свои требования приносит, в том числе решения, которые должны использовать клиенту. А вторая – это временно пробить чек. То есть, если у тебя одна-две позиции, там более-менее понятно, да, вот, как пример, АТОП-19F, да, вот, компания АТОП. Но мы привели эксперимент, и у нас получается, что на пробитие пяти позиций, особенно если они разные, да, требуется вот пяти минут. Представьте, курьера, который приехал к клиенту, он привез там сушь, еще что-то, еще что-то обычное, там, 3-5 позиций, и ставит у тебя в аккредитаре пять минут, выбирает эти позиции для того, чтобы вывести чек. Вот насколько это прям. Да, поэтому есть второе решение – это изначально загрузить в мобильное приложение сам заказ, и максимально упростить работу курьера так, чтобы он либо мог менять, либо не мог менять. В каждом случае это решалось индивидуально. Вот, поэтому мы сейчас активно вымеряем решение, да, которое называется «мобильная касса в родном экспрессе». Вот мы подготовили такую очень простую схему, на самом деле, как понять, нужна ли нам мобильная касса или достаточно автономная касса. Вот, первое, что нужно себе задать – а сколько позиций в чеке? То есть, если позиции меньше трех – одна, две, три – то, в принципе, можно в автономную кассу сбудить позицию, и потом составку МНДС, и потом указывать ему код курьера, и он должен этот код выбить, соответственно, появится позиция в чеке. Вот, но если их больше трех, а если больше пяти, тем более десяти-пятнадцати, да, то вариантов нет, да, такая автономная касса не будет. И дальше следующий чек, следующий пейс. Хотите вы, чтобы курьер менял свои позиции или нет? Если вы хотите, соответственно, чтобы он привез три позиции и их только выбил, то есть не ошибался, вы ему не доверяете в этом отношении, то тоже нужно мобильное приложение, в котором он что видит, просто нажимает кнопку «Печать», печатается вся нужная кладка. Если он имеет возможность менять, тогда, если меньше трех касс, подойдет автономная касса. Вот все очень просто. Поэтому, если у вас есть свои курьеры, вот кого-то у вас свои курьеры. Ну, как можно по этому кейсу пройтись и понять, что нужно один вариант или второй. Дальше я бы хотел рассказать как раз о мобильной кассе, о том, что за решения, какие особенности и так далее и подобное. И так, как выделить самовсюди кейсы? Да, вот еще раз. Если у вас оплата наличные, помним, да, что электронный чек нельзя, когда нужно обязательно бумажку. Если у вас больше трех позиций, мы не хотим расправлять наших клиентов, ждать по пять минут, пока там курьеров будет выливать чек. Или, например, разная нарклатура. Одна история, когда ты везешь к лицу, у тебя там три вида лица, еще что-то, но когда ты везешь 10 тысяч позиций, эти коды просто не запомнить, надо это, а, еще один кейс. Но если это разная нарклатура, то значит, нужна мобильная касса. Нужно мобильное приложение, в котором уже желательно есть сформированный заказ, чтобы курьер мог его просто вывести. Ну и потом точно так же скинем все презентации. Поехали, то есть это кассирует. Вот такое простое решение. Это специализированное решение именно для курьеров и экспедиторов. То есть оно направлено, оно как раз сделано для курьеров и экспедиторов. В нем добавлен модуль, связанный с 54-й КЗ и с работой кассами. И оно решает те самые две проблемы, на которые я с самого начала позвонил. Это не делает из курьера кассира-операциониста, то есть максимально простой интерфейс и максимальное ограничение прав. Если он не должен корректировать заказ, он его не корректирует. Если он может только удалять позиции, и за заказом только удалять. Либо может добавлять, если он сильно прокачивает. И вторая, это возможность напечатать, соответственно, чек. Да, и довести какой-то импорт, если это требуется. Это все тоже важно. Для кого такое решение нужно? Безусловно, это всем интернет-магазинам, у которых есть курьерская доставка. Это курьерская служба. Они теперь должны сами покупать фискальные регистраторы, через себя по схеме агентов, пропускать все ворота. Это дистрибьюторы. Это еще одна история. Не это, но в целом. То есть есть у вас друзья-коллеги дистрибьюторов, которые тоже нужны, принимая наличную оплату, сейчас участие. И это различные сервисные компании. Да, кто они на упрощенке, кто там уже схеме, они тоже тоже не используются. Давайте еще раз посмотрим, как это работает. Мы получаем заказ в учетную систему, в ВЦМС или куда-то еще. Мы получаем заказ на доставку. Да, вот. Мы заранее передаем весь заказ, служуя нам номенклатурой, со ставками НДС, с рассчитанными предрасшительными скидками и так далее. Мы все это заранее передаем. И передаем объединенное предложение. Дальше приезжает клиенту, корректирует, не корректирует. Зависит от тех правок, от тех правок, которые есть. Но самый типичный пример, это когда перевозим 5 экземпляров одежды. То есть оплаты не было. Заказали 5 экземпляров, доставили, померили, 3 берем, 2 не берем. Значит, вычеркиваем 2 экземпляра, 3 оставляем в заказе. То есть он вверх не формирует заказ сам, не ищет, вот как кассир, собственно говоря, эти позиции, не сканирует вход, ничего такого. У него заказ уже сформирован, и все, что ему нужно, это удалить. В ровно те позиции, которые вверх не берем. То есть здесь все достаточно просто. Дальше получаем оплату. И вот здесь еще опять же важный момент. Мы заранее можем загрузить в мобильное приложение тот самый e-mail, телефон, чтобы не пришлось его набивать прямо при клиенте. Ставим галочку, например, что отправить в SMS или отправить на электронную почту. И отправляемся данные в FWD, автопоцентр, я уже вижу. Вот максимально простая схема для того, чтобы бурьер оставался курьер. А вот смотрите, я с собой как раз привез экземпляр. Сейчас он здесь постоял. Вот сейчас видно, может быть, не всем видно. Да, это заказ на доставку. Вот сейчас я начну его. Заказ на 695 рублей. С правами я могу добавить соответствующую нумиклатуну. Ну, допустим, мне это сейчас дело не нужно. Я подтверждаю с клиентом, что все окей, меня устраивает, соответственно. А, в основном, в спецслужбе. Да, это у приложения курьер непосредственно. Сейчас на Android, а потом, соответственно, будет и на iPhone. То есть, в принципе, на любой. Не надо отдельно покупать? Нет, нет, ни в коем случае. А, вот стой. Сейчас расскажу. Да, вот здесь дальше, соответственно, выбираем тип оплаты. Наличные, безналичные. А, вот, да? А, безналичные? Эквариум. Внешний эквариум. Например, мы сейчас активно работаем с Webby, спинфабрик, Webby. Вот, собственно, чек распечатался. Да, и дальше можно здесь посмотреть чек. Вот здесь вся информация о номере и так далее, она не все будет. А, в ходе, в ходе, наверное, рассмотрел. Есть ли чек? Вообще есть, но конкретно это прям совсем рабочий экземпляр. Я усудебривался для клиента. Да, поэтому минициональный комитет здесь не подключали к ОФД. А так вообще есть. Да, то есть здесь изначально, когда... Первый год появляется тогда, когда ты подключаешь к ОФД. Да, а это прям совсем рабочий. Вот, собственно говоря, дальше мы можем посмотреть после презентации подробно. Да, и немножко ослабим. Вот как это выглядит еще раз. Есть у нас сам перечень заявок. Там виден адрес, там видно кому, куда. Есть, дальше есть заказ, который можно скорректировать. То есть, например, куда есть какие-то позиции, пробуем так, как я и говорю. Дальше есть кассовый чек, которому мы подводим в итоге без суммы, соответственно. Дальше нажимаем кнопку «Печать», заканчиваем формирование чека, автоматически перешитывается датом, указываем, например, галочкой, что необходимо отправить на имя, и пробиваем чек. Дальше печатаем чек. Вот этот QR-код, еще раз, вопросов там почему бы не было, да, он связан с тем, что он говорится, когда в фискальный инвестор подключаешь к ОФД, да, поскольку это прям совсем рабочий. А если вы не подключите к ОФД, то никуда чеки, собственно говоря, не уйдут. Поэтому это один из этапов подключения к ОФД. Есть нарушение, например, чек-то спечатал, но он, ну, как бы клиент, но он, интернете, а не уйдет, и потом, когда уже экстренцируется, он уже потом... Смотрите, вы один раз подключаете. Ну, я могу запомнить чуть позже ответить, например, да, чтобы... Либо сейчас, как удобно. Хорошо, смотрите, подключаете вы один раз, да, еще раз, ОФД подключаете один раз. Это вот настройка, это регистрация налоговая, регистрация фискального регистратора ОФД. Вот коллеги из 1ОФД рассказывают, как, собственно, вы это делали, да. Далее, есть интернет или нет интернет, решение будет работать. То есть вот можно сейчас включить там Wi-Fi и еще один чек распечататься. Само мобильное приложение полностью в ОФД и работает по Bluetooth. То есть вот, если посмотреть, на нем нет проводов, есть специальная сумочка для него, АТО сделал классную сумочку. Вот, здесь тоже нет проводов, все работает по Bluetooth. Какие поддерживают аппараты? Сейчас расскажу, да, закончу эту мысль. И если нет интернета, печатаем, отдаем чек, все в порядке. Появился интернет, например, вы там вернулись в зону Wi-Fi и отправили эти данные. Но, сейчас вот здесь два момента. Там два варианта, ну, это фискальный регистратор, который называется ОФД 1С. Сейчас он вообще единственный на рынке среди всех производителей. И пока других нет. У него есть две оси работы, точнее, когда ездят покупать. Это Wi-Fi. Это значит, что он работает через Wi-Fi. И тогда, если ты попал в зону Wi-Fi, то он подключился и отправил. Либо Bluetooth. Тоже был Bluetooth и 2G. Это значит, что в него нужно купить симку. 2G, вот, специальные симки, так называемые, машины-то-машины. Да, если интересно, я скажу. То есть, стоит ли они порядка 40 рублей в месяц? То есть, реально недорогие. Но его нужно просто купить, то доставить симку, то отключить. И дальше вам будет автоматичный режим. То есть, это достаточно просто. Ответил? Нет, нет, в этом и суть. В этом и суть, как раз, кури может быть где угодно. С утра выглядело заказы. Вот там, с утра я уже попросил, они мне набили заказы. Да, я уехал куда-нибудь тяну таракан, поработал, вернулся и все доработал. Вот именно так. Поскорите, пожалуйста, вы здесь знаете, получите. Вы, пожалуйста, заделали вопрос с вами, что училить, у себя ответственностью к курьеру. А каким образом это включение? Вы не будете меня вовремя дальше поговорить. В каком ключе реализовано подключение мобильного телефона к конкретному курьеру, к конкретному аппарату? Каким образом при увольнении, либо в каких-то ситуациях в трудовом кодексе реализовано прекращение доступа? Ну, с этой третьей попытки я вам задавлюсь в следующем вопросе. Услышали, нет? Нет, давайте еще раз. Давайте попробуем. Обычно это формулируется следующим образом. А на основании чего курьер имеет право пользоваться ККТ вообще? Давайте чуть-чуть более общего. Да, потому что он должен там, ему нужно включить в кассовую дисциплину, вроде как, уже не нужно. Здесь есть логин, то есть каждый курьер, он получает заказы индивидуально. Здесь, соответственно, есть логин, пароль, мы вводим в систему, он видит только свои заказы, когда-нибудь удобно. Сама в себе, а также возникают там различные кейсы, как это используется. Сейчас, в том числе, курьер берет, например, на день, вот едет весь день, потом сдает в сеть мобильный телефон, и сдает, соответственно, фискальный регистратор, да, таким образом. Есть уже одно, то есть это вот один вариант. И дальше, если он выходит из мобильного приложения, мы прекращаем доступ, он не получает доступ в мобильное приложение. Дальше с тайм-прикстартером он ничего сделать не сможет. Ответил? То есть непосредственно, лирусовано последствием соединения телефона и аппарата через систему колок? Нет, это, наверное, блютуз. Но именно ты его соединяешь через мобильное приложение. То есть нельзя взять какое-то другое мобильное приложение, да, там, не знаю, что-то просто музыку проигрывает, соединить, но это не поможет. Там специальный драйвер есть и так далее, и подобное. Но у вас, соответственно, мобильное приложение через колокольчик присутствует? Да. Единавременно или на каждую операцию отреагируется? Нет, сейчас он на пользователя. Можно делать его через смс. Такая ситуация такая. Появил клиенту, вверх. И потерял первую банку классическую, и дальше потерял мобильное. Нашелся этот мобильный ведет человек и начал делать покупки. Попкупки пускай, если он потерял и мобильный, и фискальный лист, а так это другая история. Да, в данном случае доступ реализован одноразово, то есть меня искажут вам, и он, соответственно, ну... А что он потерял все-таки? Ну, мобильный ведет человек. Фискальный лист у него остался? А фискальный лист у него остался или нет? А каким образом, когда реализовано у вас взаимодействие фискального, и я, по-моему, не спрашиваю? А что-то люди сканал, это, наверное, много. Как гармиту, вы знаете, на телефоне с телефона. В общем, так же. Они соединяются в пару, и они друг другу знают. Если радиус позволяет это делать, каким образом тогда обеспечить безопасность в данном случае? А в чем проблема с безопасностью? Ну, если, допустим, реализован на право... Ну, то есть, классный аппарат, допустим, вот потерял и мобильный, ну, запустим на лестнице дома, на школе дома. Скорее всего, в защите соединения... То есть, в защите, да, в защите данного радиуса, в липус он работает. Тогда, повторите, вы можете определить, ну, попробуйте. Попробуйте к нему выключиться и что-то напечатать. То есть, вот если вы блютуз включите, то вы его определите. Но как раз в мобильном приложении есть специальные трейлера, которые позволяют только настроить печать. А с аппаратюр можно дать вам времени? Кого? Касс. Все выделял. Так вы с ней сделать ничего не сможете. Ну, то есть, это коробка и коробка. Вот я в мобильном приложении выключил, и все. И как-то останавливаться просто коробкой. Вы человек не просто сходите? Нет, не может. Вы говорите, что мобильное приложение не на каждую могу, а непосредственно, как на демо, если он постоянно. Таким образом в данном случае защищен продавец от данных базовочных ситуаций? Теоретическая ответственность у него уже остается независимо. Давайте, там, например, пост не можем остаться, вы сумулируете, я вам скажу подробнее, как работает блютуз, скажете, окей, не окей. Мне кажется, если вы скажете, какие секции... Я прекрасно понимаю, это не проект, делал в защите, вы не знаете, вы немножко понимаете. Какие проекты с ним? Давайте посмотрим, это мобильное приложение. Давайте, да, спустя, позже мы сделаем. Можно спросить? Да, давайте. Пожалуйста, если после пробития чека окажется, что у клиента не хватает наличности. В этом случае, как поступить курьеру? Кажется, можно сделать возврат, следующая вещь? Ну, здесь, соответственно, ну, по-первых, правильно, если сначала забирать денег, потом уже пробивать чек. Но если такое случилось, то да, он делает возврат. Он дальше может скорректировать сумму на то, что на деньги, которые у клиента есть, да, и сделать, соответственно, там, вместо того, как мы говорили, три позиции, он пробьет только три. А если что? Сейчас нет, появится в середине апреля. Да, сейчас как раз там несколько операций по разработке будет. Все вместе двигаются, или, да, будет, да, смешанная форма власть в том числе, и пробить отдельный чек от, ну, не связанного с клиентом, да, например. Давайте еще дальше посмотрим. Что еще есть полезного? То есть, глупо, делая просто мобильная касса, делая, чтобы и курьер, когда автоматизирует, когда он стал. Можно здесь указать время прибытия, адрес прибытия. Можно здесь какие-то задачи, чек-лист поставить, например, что там документы, подписанные клиентом, тут же сфотографируют, когда они пришли в офис. Дальше, соответственно, можно указать адрес на карте, где находятся конкретные данные, вот которые как раз дальше доставляются в чек. И вот простая, максимально понятная любому курьеру. Вот здесь много открытых, да, вот сейчас если укажу, как это работает. Таким образом проверяется просто связь, то есть фактически это все, что нужно для настройки. Проверил связь, и дальше, соответственно, можно по ней печатать. Дополнительные настройки, они указываются вот здесь вот, в отдельной форме. Они настраиваются один раз, они настраиваются грамотными ребятами, обычные, интриотичники, да, и уже сам курьер удовольствия не имеет. Можно ли с одного приложения по нескому является, соответственно, зацепить и... Вот, хороший вопрос. А есть у случаи, когда там курьер один, а ютуб за два или три? Есть. Вот. Разбирали его, а прошивается скайлер накопитель. Да, то есть нужно два скайлера иметь. И других вариантов, к сожалению, нет. То есть накопитель не прошивается, а с этого у нас приложения можно выбрать, по какому юрлицу идет продажа. Проще всего, чтобы курьер сам не запутался, мы просто возвращаемся к истории, что все-таки курьер должен быть максимально простым функционалом. Проще иметь два приложения. Сейчас на кейсах мы как раз рассматриваем два приложения, кратим их в разные цвета, может быть, даже немножко брендируем, чтобы он не ошибался. И сделаем, и потом мы еще планируем сделать сразу для одного из клиентов запрет, что он проверяет, что пытается распечатать из одного приложения данные для другого юрлица. Таким образом, позволяем это не делать. Но если у вас два юрлица, вам нужно иметь два фискальных регистратора с собой. Это единственный вариант, кроме как правильно обозначили, агентской схемы. То есть возможен вариант, когда вы делаете агента у себя внутри даже, и дальше, соответственно, каким образом имеет агентский регистратор. И в данном случае, то коллизия с программой у вас возрождается. Там еще, на самом деле, так много нерешенных вопросов, поскольку вот те письма, на которые ссылаются по пять минут, они по факту, наверное, уже... То есть есть единственный вариант — двигаться вперед и набирать судебную практику. Что еще раз? Обычно те, у кого больше всего курьеров, экспедиторов и так далее, они ответы. Они первые задают вопросы, они первым получают ответы, а все остальные уже быстро поставят. Какое, можно сказать, начало смерти? Наоборот, это совсем другая история, на мой взгляд. Это начало смерти наличных денег, потому что в случае безналичной оплаты все сильно проще. Можно электронные чеки и отслабиться и так далее. Наоборот, это хорошая возможность, потому что всем известно, что в случае безналичной оплаты, начиная электронных денег. Это мы тоже наберем, судя по-моему, что есть по этому поводу рассказать. Давайте закончим. Сколько мне уже подсказывают, судя по всему. Да, еще из интересных вещей — это различные параметры клиентов, которые часто нужны в случае, если большие, какие-то компании. Это контактные данные, стабс, лоярвы. То есть можно посмотреть, что доставили, что не доставили, куда учат документы и так далее. Сейчас разойдем до этого. Рабочее место диспетчера — это, например, чтобы планировать самим заявки, если сейчас нигде не планируется, или возможно создать собственную заявку. Есть интеграция, есть документированный API, то есть можно сделать интеграцию, в принципе, с любой системой, которая выгружает данные. Будет цифровая интеграция СУД-1.2.1.3, поскольку там есть заявление на доставку. Но мобильное приложение, как и билл-интерфейс, для планирования своих заявок на контрольные результаты. И мы специально подготовили вот такой комплект, само мобильное приложение. Сейчас это Адол 11Р, пока единственный фискальный фискар, но его будет чуть больше со временем. Адол планирует выпустить еще как минимум два варианта, которые будут включаться к мобильному приложению. И аквариум. Вот может быть такой аквариум, в принципе, можно использовать любой. Часто спрашивают, а сколько символ-то надо? Нужно три. Одну сюда, одну сюда, и вот если у вас другой аквариум, то третий сюда. Теперь варианты поставки. И тогда вот стоимость перейдем. Специально для небольших компаний, которых там один, два, три буньера, например, мы сделали облачный вариант, когда не нужно будет устанавливать что-то себе. Да, и в принципе, мы бы считали, что в этих случаях даже особой интеграции не нужны. Но если у тебя там 5-10 асталов в неделю, вполне можно перебить номинклатуру, вполне можно быстро сделать заказ, интерфейс позволяет, и дальше, соответственно, отправить курьера. В этом случае подписка стоит 900 рублей на курьера в месяц. То есть, оно дальше считается на количество курьеров. А есть коробочный вариант, когда хочется поставить себе, когда хочется что-то там доработать над себя, да, само решение позволяет это сделать. Да, в этом случае коробочный вариант стоит 6 тысяч рублей на пользователя. Это единовременно. То есть, либо тот, либо злой вариант. А чем раз коробка выживаете? Сколько коробок? Что? Техподдержка будет на коробке. Да, техподдержка будет. Она будет включена или отзыва? Первый год, соответственно, она будет бесплатно, 20% от скорости. А уже включена. На курьера, на курьера, да. То есть, и это одновременно. То есть, если у вас там 50 курьеров, но работают только 30, значит, только на 30. А в каждом случае сколько курьеров? От одного и до... Больше тысячи, чем мы сейчас видели, что просто на 5000 курьеров. Да, то есть, систем позволяет это делать. Вряд ли больше. А в облаке положили тоже, независимо от курса культуры? То есть, тоже выгружаете телефон? Да, скачал. Ну, то есть, облаке, это что, ты скачал один раз. Тебе нужно для этого, наверное, и дальше, соответственно, работать. Выгружаете на курсе культуры, а в облаке? Да, 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 да. Ну, то есть, здесь не нужно постоянно, в общем, здесь нужно на моменте получения данных. Утром, например, вечером, а утром, да, да. И немножко, наверное, о времени, практически последний слайд. Сейчас кажется, что еще, как бы, 8 марта, да, вот вчера было. И времени, вроде как, еще достаточно много. На самом деле, это не совсем так, или уже практически совсем не так. Вот если посмотреть на само внедрение подобной системы, то оно занимает не очень много времени. Сейчас больше всего занимает время это поставка физикального регистратора. То есть, оно может занимать до 45 дней. То есть, в режиме что, это не всегда? Ну, обычно он неделю длит. Сейчас у нас запущено 6 комп-пилотов, да, вот с наиболее крупными компаниями. Они, наверное, на следующей неделе будут. Ну, дальше они будут после, там, первичной настройки они будут задать свой физикальный регистратор. И даже если сделать заказ, там, в конце марта, можно понять, что они придут только к середине. Но мы, если построили на базе другого решения, сейчас, соответственно, это уже, прям, вот, это решение тестируется в третий месяц. Начиная с декабря месяца. То есть, это достаточно для того, чтобы остальные по сети убрать. Типовая будет в марте выпущена с УТ-11213, как я сказал, а с десяткой не делаем, потому что непонятно, по какому принципу заказа. То есть, основа так или иначе появится, но там нужно будет каждый раз, как клиент, затопиливать. А с битриксом пока не делали, поскольку запросы вот сейчас, в том числе, мы не анализировали, нужна ли операция с битриксом. Обычно, когда мы со сайтером, с людьми общались, они говорят, в принципе, с битриксом не нужно, потому что мы могли вжать в учетную систему. Обычно все равно там 11, например, используются. И дальше уже будет заказа с одиннадцать. С мой спортом тоже не надо делать, пожалуйста. А это аналогично, как управление торговлей. То есть, там надо понять, по какому принципу погружать. Не все заказы грузить, а, скорее всего, что-то для себя дописывали. Именно для курьеров. Вот поэтому нужно их не дописывать. Но с любой системы можно будет дописать. Сколько у вас одних средств? А у него реализованная розничная цена 20 тысяч 300 рублей сейчас. Вот она, вроде как, вся по России должна быть такая. 26 тысяч 300, это будет без телефона? Не, без телефона. А почему 26 тысяч 300? Ну, из того, коробку, фискальный? А, вы про это, да. Ну, плюс надо, значит, начали фискальный накопитель. Это сверху. И договор составляет. Смартфон использует курьера, да? Он сдает смену, вы говорите, и можно выключить доступ к нему через лишнее время, да? А он может просто выйти из приложения и все. Можно выйти или левому? Нет, ну, то есть, смысл, наверное, на каждый день так делать. Ну, то есть, можно. Вопрос только зачем. Каждую другую часть выключать. Вы уйдете, например, в сискальнике? В сискальнике все равно выехать, да? Да, то есть, что он с этим делать-то будет. Он может посмотреть свои, знаете, заявки на завтра. Заболеть утром, сказать, что не хочу ехать куда-нибудь, там, в тему таракани. Еще что-то, но без сискальника он может просто развозить и не знать, куда ездить. Но ему для печати чек можно сискальник. На андроиде какой сети должны быть? Ну, с связанной с смартфоном, чтобы я делал. Обычно, мы говорим, это, ну, любой смартфон, который хотя бы так же, ну, там, дороже 5000 рублей. Но у нас есть опыт ИЗА в 3000. А у нас 4,4? Ну, 4,4,2. Вы, конечно, сейчас найдете что-то более старое. 4,4,2 лучше 5, а с одного экспонента оперативной памяти. А у меня тоже все. Мы здесь еще остаемся. Если нужны какие-то вопросы, я точно знаю, что у вас вопросы. Спасибо.